написано горе смеющимся ныне ибо вас плачете и возрыдаете где это написано знаете аминь это написано в библии я читал да мало самого а вы а вот прочтите чтобы душа ваша спаслась и вот вы не попали есть большая надежда что я спасусь и в ад не попаду потому что я соблюдаю заповеди божьи написанные в библии а вы не зная заповеди согрешаете возмездие за грех смерть послание к римлянам 6 как вы нарушаете заповеди сиденья в чат рулетки господь не запрещал вы знаете заповеди божьи ни одной не знаете но может быть слышали не убей слышали такую заповедь не убей да знаете да не укради слышали да почитай отца и мать ну вот кто-то же вам уговорил эти заповеди вот а кто мама с папой они по любви вам эти заповеди сказали чтобы вы их соблюдали чтобы душа ваша не погибла вот так а эти заповеди в библии написаны и бог будет судить нас когда мы умрем по слову своему и от того как мы жили в этой жизни зависит наша дальнейшая участь вам сколько лет 17 вот вам уже через год замуж можно выходить и вот есть такое место в священном писании вообще зачитаю соглашусь лучше жить со львом и драконом нежели жить со злою женою злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным как у медведя сядет муж ее среди друзей своих и услышит о ней горько вздохнет всякая злость мала сравнению со злостью жены жребий грешника допадет на нее похож на него но нет я не герман стерлигов меня зовут сергей пупков я из города барнау я верующего христа также как и стерлигов но считаю что он заблуждается в некоторых вопросов касаемо церкви а именно можешь мне объяснить пожалуйста ну если чтобы я уже понимал я человек понимающий могу рационально объяснить свое мнение и мне это очень важно а что именно хотите вы не могли бы отложить сигарету тема серьезная я точно говорю в то что я говорю я в это верю я православный христианин я не угол считаю что всякая лошадь я верю что иисус христос умер за наши грехи воскрес и мы все воскресе мы будем перед ним отвечать и что он не помогает грешникам господь не помогает грешникам господь помогает кающимся грешником вот я был грешником мне не помогал я раскаялся мне сейчас помогает покайтесь покайтесь в грехах ваших вы бросьте курить для начала и бог упадет вам на встречу они за свою веру шли на смерть и благодарили бога за такую участь вы не знаете просто о чем они молились они прославляли бога когда их львы терзали их заставляли отречься от христа их заставляли отречься от своей веры и они не отрекались они верили что они воскреснут лично почему идет над морем дождь где еще в какой религии люди умирали за веру нет вы ошибаетесь вы ошибаетесь вера не людьми на это тора тора написали святые божие человеки будучи движимы духом святым непростые люди я цитирую священное писание обращает нет я не старая я молюсь тремя перстами для меня равноспасительно 23 перста я не принципиально почему католики но мы просим господи переведи нас на правую сторону не допусти быть на левой стороне а католики господи забери нас с левой стороны переведи на правую разницы никакой нет хорошо хотите послушать человека стерлигово не жака фреско он француз и чему знаменит проект венера называет вот сейчас можете включить ну а что это за проект я по моему слышал слышали за что за эту венеру да что-то что-то мне знакомо но это и коммунисты обещали жизнь без денег настанет на земле какое-то время не материтесь пожалуйста я прошу вас извините извините вот вы говорили что в библию написали люди в этой же библии и написано что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой но изрекали его это пророчество святые божие человеки будучи движимы духом святым непростые на люди писали это люди божьи писали бог диктовал на люди писали выбор это просто не верите вы не верите просто я верю я счастливый человек да да так да так христос учил это выше чем отвечать злом на зло зло нужно побеждать добром зло злом не победишь не победишь зло зло невозможно поэтому зло добром победить можно то есть ты подставил ему щеку ему стало стыдно все перестал злиться на тебя и все давайте я объясню вам по-другому у меня есть рациональное мышление которому я вы сейчас верите в господа да да человек создал по образу и подобие божию он создан быть вечным вы не задумались почему все люди умирают потому что смертные а почему смертные потому что долго жить нельзя почему нельзя потому что вы хотели бы жить вечно нет почему не хочу потому что ваши дела злые потому что ваши дела злые поэтому вы не хотите жить вечно и горе бог не хочет чтобы злодеи жили вечно поэтому мы смертны все мы согрешили все лишены славы божьей так написано что вы не хотите жить потому что вы жить не хотите потому что вы жить не хотите самоубийство и зло вы курите вы сами себя убиваете вы злодей по отношению к своему телу вы знаете что курение вредит вашему здоровью вы себе вредите вы злодеи пожалейте себя бросьте курить я же бросил вы раб дьявола дьявол говорит убивая себя вы его слушаете зачем вы слушаете дьявол а который вас заставляет принимать алкоголь и сигареты зачем вы ему раболепствуете вы возьмите библию начните ее читать и господь вас освободит от рабства грехов мне не понравилось но вам нравится убивать себя но это ваш выбор зачем злодействовать то против себя господь предлагает вам освободиться от греха и же начать жить свято потому что вы шаг навстречу то сделайте хотя бы один ему перестаньте хотя бы курить говорить сергей меня звать павлович сергей павлович теперь вам можно тем вам рассказать мне потому что очень важно тоже свое мнение высказать ну смотрите вы пьяны язык заплетается вы вы запишите мой skype у вас есть skype такая программа пообщаемся там когда вы протрезвитесь кинуть а я тут ни разу а вот сообщением уже накинуть сейчас я напишу не общаемся да чем хотите на любую можно в городе по пообщаться не надо сергей да с вами очень интересно общаться потому что все пришло вам сообщение вот это вот мой skype вот какие будут желание поговорить вы давайте когда трезвый будете пообщаемся на просто время отнимаете мой я половина нему него не водене не материтесь про то что я тоже видел я и гамбович аксус гомосексуалисты даже встречаются и блудники все равно я я вам сейчас еще сайт но или запомните сейчас во свете библии это на ю тубе наш канал все написал давайте с богом бросайте пить и курить и пообщаемся это флаг божественный единственный флаг россии среди всех флагах он божественный почему знаете хотите расскажу вот красная полоса нижняя говорит о том что все мы рождаемся в крови и во грехах родила меня мать моя написано когда ребенок рождается он в крови и вся земля пропитана кровью от того что люди грешат войны на земле злость и чтобы это господь зло остановить нужно просто поднять от земли от этой грешные глаза на небо а за этим и небом увидеть белый престол божий небо синяя флаг россии это божественный флаг хотите расскажу почему мне сейчас потому что советский союз это империя лжи было советские российский флаг это божественный флаг я в бога верю православный христианин единственный флаг мире который от бога я считаю поэтому он у меня висит что не было я демократом 91 божественный флаг этот потому что красная полоса обозначает что все мы родились во грехах во крови земля пропитана кровью и нужно от этой земли поднять взгляд на синее небо и и за этим небом увидеть белый престол божий перед которым мы встанем и будем отвечать за наши грехи христос умер за нас пролил за нас причистую кровь и мы будем после смерти отвечать за все свои злые деяния и пока мы не умерли нужно примириться с богом бросить все наши злые дела начать творить добро начать творить добро и попадем в рай вот такой наш добрый флаг согласны со мной что советское время было лучше вы многого не знаете что в это советское время творилось раскулачивание было сколько людей поубивали в гулага в тюрьмах сгноили расстреляли посмотрите фильм чекист зовите в интернете хотите я вам ссылку скину и ужаснитесь красный флаг ссср красный это флаг крови и все одна кровь была лилась кругом свободы слова не было ну и что копейки а душа-то было не свободно душу дьявол то за 30 серебряников кто продал иуда предатель все копейки стоило сейчас будешь работать если хорошо тоже самое все можно купить и сейчас доступную работу не ленись работать можно всегда найти полы мыть дворником начать с чего-то свое дело всегда можно открыть молись просто в этом работа нет то десяти но не платит богу поэтому бог не помогает я даю десятую часть заработала у меня все вы забили все есть господь говорит испытайте меня чем испытать господи десяти на и приношениями не залью я на вас что не знаю вот этого не могу сказать кто его придумал и создал не могу я знаю что двуглавый орел это знак империи империя была римская империя она рухнула потом империя советского союза тоже она рухнула почему без бога без бога невозможно ничего будет российская империя она тоже рухнет рай на земле без бога построить невозможно какая бы цивилизация не было какая бы империя не было все без бога больше было где он потому что хотели построить рай на земле без бога коммунизм называется это великий обман великое зло и обещали 80 году что все бесплатно будет обманули народ ничего бесплатно нет огноили в тюрьмах заставляли в колхозах гоняли заставляли бесплатно работать почему все такое дешевое было то бесплатно работали в тюрьмах зэки он сказал плохо там на советскую власть ему 10 лет дали в тюрьме работает бесплатно а они на эти денежки жаруют что справедливо разве это хорошая власть так что христиан за веру сажали гай гай гнали христиан моего духовного отца посадили за то что верил распространял библию начитывал архипелаг гулаг зарядите в интернете игнатий лапкин во свете библии так что то что там хорошие там и дешевая колбаса была и водка была дешевая это совершенно ни о чем не было свободы слова ничего сказать нельзя было сразу в тюрьму сажали за политический анекдот за то что ты к власти как-то там а сегодня сейчас смотрю там один грузинский журналист путина математами покрывает там оскорбляет ему говорят да ты давайте его в тюрьму посадим и же оскорбление чем и слишком много чести давайте санкции грузии объявим да нет не надо ягод подумаешь там один какой-то урок что-то сказал весь народ то хотят с россией дружить почему из-за одного какого-то ублюдка как он сказал я должен весь народ там наказывает нет мудро поступил путин в этом отношении что означает коммунизм 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 я вот сейчас начитываю тему коммунизм книга открытым оком игнати лапкин сколько они зла причинили почему потому что они вносили мысль о том что бога нет а раз бога не значит отвечать не придется совесть заглушили то есть они убивали людей то есть бог сказал не уби они убивали на право и налево а если бы они верили что бог есть и придется перед богом отвечать за его заповедь не убей за нарушенную тогда бы вот они людей голову это трекисят бога скажи что бога нет и будешь жить люди настолько верили твердо они не отрекались они их убивали они мученики называются они сейчас на небе живые господь воскресил ну в каком смысле он возвратился советский союз это империя лжи но она вам она возвратится только не советский союз будет а придет антихрист будет править 7 мира три с половиной года вот и все поклонятся ему денег не будет в то время и без те кто ему не поклоняются этому антихристу будут убиты будут страшные гонения на людей то что коммунизм по сравнению с тем что антихрист это предтеча была антихриста это цветочки не любите коммунизм это очень страшная идея создать рай на земле без бога рай на земле создать невозможно рай будет только на небе рай можно создать только внутри себя когда ты сам примиришься с богом и будешь соблюдать его заповеди вот господь говорит царство божие внутри вас есть начни читать библию возьми евангелие можешь на занятия я занятия веду бесплатно скайпе можешь приходить могу тебе скинуть мой skype если хочешь я в барнауле я бы вам советовал если человеком взрослым обращайтесь обращайтесь на вы не заповедь божий почитай отца и мать вот у мусульман там это никогда он не скажет человеку ты до какого южно-сахалинск южно-сахалинск а что потом сделалось советской властью куда она делась исчезла вас не видно папа камера куда-то уходит вы где-то прячетесь там все разрушено вы евангелие читали есть у вас дома то никакая разница какого не поменялись мне важно буду я в раю или нет после смерти ваша душа развалился и развалился это империя лжи все на лжи было построено не было истины христос говорит я есть в истина и пути жизнь никто не приходит к отцу как только через меня а зачем вам нужен этот советский союз а сколько вам лет когда на развале да как раз как вы его полюбили то вы в то время не жили вы послушайте что люди которые жили в то время говорили которые гонали которых сажали которых мучили которых расстреливали этого в коммунистическая власть безбожная добрый день как вы считаете можно ли доверять такой книге как библия а почему не стоит что произойдет если человек уверует все что там написано что с ним произойдет с какой по стране он живет например типа возьмем христианская религия которая близка мне потому что типа это в окружении моем и у меня достаточно много знакомых и родственников которые в леви много денег церкви то есть они свое материальное положение уронили ради морального которое не сто процентов им вытасся после жизни но они же верят что господь им воздаст то есть вы думаете что религию придумали люди для того чтобы обирать народ да да обирать управлять и так далее �� Pascal вы можно слышали когда во времена советского союза церковь была отделена от государства вы говорите что государство придумало религию вообще была отделена вообще государство коммунисты гнали церковь Убивали христиан, сажали, расстреливали. А вы говорите, что она придумала, что государство придумало религию. Нет, религия отдельно, государство отдельно. Тогда все играло немножко другую роль. Люди веровали в коммунизм, потому что коммунизм придет, все будет всем бесплатно. И религию в коммунизме не нужно быть, потому что они будут счастливы. И в следующий момент они в будущем. И поэтому инвалиды, типа, все они правы, значит, все они правы. Ну, смотрите, что произошло. Вот говорили коммунисты, что будет рай на земле. Они же обманули. Говорили, что Бога нет. Значит, они обманули народ. Обманули. А вы продолжаете верить, что Бога нет. Я подойду, что они будут спать двое сутки, будем говорить о Боге серьезно. Значит, такой интимный вопрос, который я скажу. Вас интересует, почему я не верю? Почему вы верите коммунизму? От коммунизма пришел, а коммунизм и атеизм это синонимы слова. Почему вы им поверили? Они же обманули. Не наступил коммунизм. Они же обещали, что будет все бесплатно, что будет все так, все будут равны. Вопрос в самом другом. Почему, типа, вот они запретили, но, типа, у государства, тогда, типа, вы как-то так вопрос задали, не можете полностью вас эмалировать, потому что мне сейчас запитать сильный язык. И я ответил, что люди веровали в коммунизм, им не нужна была религия. То есть, люди должны верить во что-то, поэтому они верили в коммунизм. Вот смотрите, были люди, которые верили в коммунизм, и были люди, которые веровали во Христа. Да. И коммунизм, коммунисты предлагали тем людям отречься от своей веры под страхом смерти. И христиане не отрекались, они предпочитали быть убитыми и расстрелянными, но не отвергались. А некоторые отвергались Христа своей веры и стали сотрудничать с этими властями, с КГБшниками и так далее. Я сейчас недавно просто начитывал материалы, как с баптистами, там были такие еще верующие, неправославные. Вот, да и... Ну вот, смотрите, вот вы спросили, почему одни так, а другие так. Это же интимный вопрос для каждого человека. То есть, указывает свое субъективное... Да понятно, но оно же на чем-то основано. Я вот, я не понимаю, что людей заставляло умирать, ну, ради чего. Они думали, что идет дальше бесконечная, счастливая жизнь. Да, 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 совершенно верно. Они думали, что после смерти наступит другая жизнь, царство небесное они называются. А коммунисты в это не верили. Они только вот сейчас, здесь все кончится, лопух на могиле и больше ничего нет. Живи сейчас, ешь, пей, гуляй, веселись, наслаждайся. Вот. На мой взгляд, это утопия. Бери от жизни все. Ну, тебе придется делать людям пакость. Как? Как? А Христос учил любить друг друга, а коммунисты учили любить только себя. Мы, 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 что значит мы? А где же я? А где же личность? Пролетариат какой-то? Личность тоже такого вопроса. Личность и государство, я считаю, что это Антония. То есть государство не даст развиться как личность, если она не захочет. Вот. Вот. На этом суде государство, они управляют железнью. А вы не... Как они управляют железнью, ты не спрашиваешь? Вот Мартин Лютер, слышали такого человека, сказал, для меня существует одна личность в мире, Христос, и одна книга Библии. Вот он хоть и еретик был, но он так сказал. Религия личность не отрицает, коммунизм отрицает. Я в христианстве, я личность. Вот. Я проповедую Христа распятого, воскресшего. Я говорю людям, чтобы они покаялись, в грехах перестали делать зло. И наследует Царство Небесное. Еще говорю, что грешники будут в аду, я в это верю. Я не хочу, чтобы ты в ад попал-то. Я же верю, что если ты не примешь Христа, я с любовью к тебе отношусь, а ты говоришь Бога, нет. А вдруг есть? А вдруг ты меня обманываешь? И я в ад пойду за неверие свое. Это же мой личный тип мнения. Я в саму жизни никому никогда не навязывал свое мнение. Если человек верит, пусть он верит. Это не мое дело. Человек не верит, не верит, это тоже не мое дело. Пусть он делает, что он хочет. Я не буду читать цитаты из Библии, не буду ему перечитывать свои кампы, я не буду ему ничего говорить. Нет, нет. Но вами же двигает любовь к человеку. Вы говорите, что Бога нет, чтобы он деньги не отдавал в церковь. Вы же тоже это по любви говорите. Нет, я такого никогда никому не говорил. Но мне же вы сказали, я говорю, на чем основана ваша, почему вы атеист? Но вы сказали, что люди несут деньги, и от того, что религия, их материальное положение... Вы это спросили, я вам сказал свое мнение. Если бы вы это спросили, я бы вам это не сказал. Я бы вам не привязывал к этой идее. Ну а почему бы вам не встать возле церкви и сказать, люди, вас обманывают, не носите вы в церковь денег, никакого Бога нет. Раньше же так говорили коммунизм. Что? Потому что я эгоист. Эгоист. Я считаю, что это сугубое мнение каждому человеку. Ну а эгоизм это добро или зло? Эгоизм это зло, скорее всего, больше число. Зло. О себе больше. Ну вот представьте, вам попадется жена, и она такая же эгоистка, будет только о себе думать. Всю зарплату будет у вас забирать, вот, будет... Я понимаю, что я всю этих человек и разведусь. Разведешься, да? Опа. Ну а может быть лучше взять сразу, не развалиться, а взять верующего человека, который не эгоист, который любит, который воспитан в христианских традициях, которая будет хранительницей очага вашего, будет вас любить, детей вам рожать, будет подчиняться вам кротко и... Ну, смотрите, давай сегодня, например, в моей семье, вот, крепкая, такая, христианская семья, вот, да, ну, она замолилась после трехлетнего рождения, все разбежались, абсолютно все, хотя были очень крепко-христианские, они были все очень сильверующими людьми. И я хочу сказать, что вот религия вот роли не играет, играет роль в том, что играет в этот класс релищность. Некоторые личные, хоть они и крепко верующие, они не могут жить в этом смысле. Ну, значит, либо недостаточно веры было, либо вера не такая, либо вера лживая, и бесы веруют и трепещут. Если верующий человек, он знает, что за развод его ждет участь огненная, он никогда не разведется. А это просто маловерие, и все Господь говорит в Священном Писании. Кто разведется с женой своей, женится на другую, тот прелюбодействует, участь прелюбодеев в Озере Огненном. Просто они, может быть, этого не читали, просто называли себя христианами, а внутри не верили, поэтому они и разошлись. На самом деле, верующих людей, которые читали священные книги, их очень много. Конечно. Конечно. Много в христианстве лицемеров, которые говорят, что вот я верующий, а внутри они не верят. Вы мне в этом плане более симпатичны. Вы говорите, я атеист, потому что я не верю в Бога, я не верю и не верю, это твое право. Но ты в этом положении, в отношении, ты более честен, чем те, которые говорят, мы верим, а сами ведут себя как безбожники. Не соблюдают заповеди Божии. И не каждый человек готов их соблюдать, пусть он верующий. Не каждый. Нет, если он верит, что за грех он будет вечно в аду мучиться, он никогда не согрешит. То есть, просто у него веры в это не хватает. Вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Слово Божие в Библии. Если в Библию человек не читал, голос Божий до него не дошел, он не знает, как в это верить. Вот и все. А у вас родители развелись, получается? Да. Давно? Получается, 13-14 лет назад. О, это вы еще маленькие были. Да, у меня были 4-3. Да, это очень больная тема. И как раз... У меня это не больная тема, и я хочу сказать, что все же братья, люди играют на такой большой роль. Потому что... Ну вот, вы знаете, вот у нас православная община, Ей уже 20 с лишним лет. Ни одного развода. Ни одного. Потому что мы были уникальной общиной, которая основана на Слове Божьем. То есть мы верим в то, что говорит нам Бог, и мы верим в то, что написано в Библии. Библия запрещает разводы. Вот. Если вы не знаете, Господь, есть заповедь седьмая, не прелюбодействуй. Разводы в основном из-за чего? Из-за того, что один супруг другому изменил. Тот обиделся и развелся. Вот это единственная причина, по которой Господь разрешает разводы. Единственная. Я живу в трех семей. Это семья. Это получается первая семья, которая развилась. Вторая семья, это матери. Это христианская семья и... Это уже развод. Да христианам запрещено жениться на разведенных и выходить замуж за разведенных. Это не христиане. Они просто называли себя христианами. Не истинно. Я и говорю, моя мать лет в этом плане. Тихотец тоже. И, так же, очень много таких людей. И, поэтому, вы, как правильно сказать, замучаетесь правильными вещами предлагать, потому что их огромное нарусство. Поэтому, я говорю, в этом плане нужно стать эгоистом, навязываясь это. Навязывание это тоже плохо. А когда папа с мамой разводились, тебе было плохо? Нет. Я взялся такой из себя, такой парень, самый пецедистичный, который, в принципе, и все, холдно-холдно. Ну, как так? Вы говорите, что у вас была христианская семья, а ребенок такой. Значит, они вас не воспитывали в христианской вере? То есть, христиане, они антиэгоисты. То есть, они все свое готовы, последнее свое отдать ради любви к ближнему. Господь заповедовал любить друг друга. А эгоисты, это слуги дьявола, дети дьявола, они говорят, одна заповедь у эгоиста, делай, что хочешь. У Бога 10 заповедей. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. Это все заповеди любви. Не изменяй жене. Помни день субботний, почитай родителей. Поэтому, то, что ваши родители назывались христианами, это не говорит о том, что... Я тоже был венчаный в браке, но у меня веры не было. Я тоже две семьи разрушены у меня. Но у меня веры не было. Но вы нашли себя в глинии. Я тоже пытался найти себя в глинии. Я не смог. Ну, помоги вам, Господи. Жаль, конечно, что вы... Сердце ваше не откликнуло. Значит, оно захрясло в грехах каких-то, что-то, какие-то грехи у вас нераскаянные. Вот, поэтому покопайтесь себе. Ведь все равно нам всем предстоит умереть, а потом суд. А потом мы узнаем, что дальше. Суд, а потом дьявол потащит тебя в ад, и ты уже не сможешь ничего ему сказать. Он будет прав. Он будет прав. Евангелие Таана сказано, отвергающий меня, Христос говорит, и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. И как раз вот родители, они бы могли бы твои убояться и не разводиться. Зачем? Я мог бы, если бы знал бы раньше, вера была у меня, я бы тоже не развелся, и ребенок бы не страдал. И теперь я ему говорю, сынок, если ты будешь семью создавать, ты ищи себе верующую, не эгоистку, тогда семья крепкая будет. Сейчас каждая семья почти распадается. Разве это хорошо? Да, по статистике получается 80% семей не распадается. Да я слышал, что не 80%, а 120% распадается. Почему 120%? Потому что уже по второму кругу начинает. Раз развелся, да потом второй раз. Также я у тебя спрашиваю, а что если тебя жена не устроит? А я разведусь с ней. Ну то возьму, а дети-то страдать будут. Дети должны в полных семьях воспитываться. Должен быть отец и мать. А почему разводы? Здесь некоторые конфузы все же нет. Потому что два эгоиста сошлись, два эгоиста не могут вместе ужиться, они будут друг друга поедать, им некомфортно. А вот два любящих человека, ты же хочешь, чтобы тебя жена любила? Я, скорее всего, на данный момент ищу больше финансов, но получу в жизни насчет такого морального счастья. Я еще не раз думал о будущем. Да не принесет тебе... Ну смотри, допустим, допустим, ты женишься на богатой, да? У тебя будет все, но она об тебя будет ноги вытирать, сморкаться об тебя, будет унижать тебя, оскорблять. Ты жалкий, скажи, ты ни копейки в дом не принес, она постоянно будет тебя гнобить, гнобить и гнобить. И ты либо сопьешься, понимаешь, либо не выдержишь, не выдержишь. Это ты мужик, конечно. Чтобы баба тобой руководила. Зачем тебе? Ты должен быть кормильцем в семье. Ты должен быть сам и найти себе победнее. И тогда ты будешь в семье патриарх какой-то, руководитель, кормилиц. Ты будешь сам себя уважать. А зачем тебе богатая? Она злая обязательно будет. Это... Я имею в виду финансового благополучия для меня, чтобы мне... Вот, да, ну, это 9-й классе. То есть, я подросток. Финансовое благополучие. Да. Зарпачивание с высшего образования и найти отстаточную работу. Финансовое благополучие только будет у тебя в том случае, когда ты начнешь научиться себе в чем-то отказывать. Вот тогда ты будешь богатый человек, понимаешь? Пока ты не научишься, человек настолько эгоист-ненасытимый, сколько ты бы миллиардов не заработал, тебе все время будет мало-мало-мало-мало. Ты никогда этим... То есть, ты удвоенный капитал, захочешь опять его удвоить, и тебе тут удвоенный, и опять удвоить. И так будешь жить до бесконечности, пока смерть не положит конец этому безумию. То есть, ты никогда... То есть, тебе нужно просто, я советую, взять Евангелие и принять Христову веру, а не эту коммунистическую, атеистическую. Это утопия. Они обманули. Враенство на земле не будет. Не могут быть все богатыми. Будут и бедные, и богатые. Если ты Бога будешь благодарить, Бог даст тебе заработать. Если ты будешь говорить, что Бога нет, у тебя ничего не будет. Будешь бутылки собирать. Бомжом будешь ходить. Бозможно. Но это не стопоцентно. Да, да. Бог, потому что Он благ к неблагодарным и злым. Он тоже благ. И дождь идет над огородом праведника и неправедника. Не так, что там. Поэтому Бог ждет любого грешника к покаянию призывает. И покайтесь в грехах ваших. Подумайте. Может быть, где-то там родители не почитали. Или еще там воровали. Не делайте больше этого. И выйти как в душе у вас все переменит. Согнаться за богатство. Нет. Нет. Не стоит. Ну вот, насчет этой темы, кстати, я хотел бы понять с вами, как раз, я хочу запомнить педагогическое психологическое образование и насчет вот этого претещения морального плана. Когда человек рассказывает свои грехи, то есть свои ошибки, он, и как всегда говорят, ему становится лучше легче. Но даже когда атеист, который, ну, типа, которым говорят даже, что вот это все невозможно, это дтп, и он рассказывает об этом, ему становится легче. Но вот, чисто в психологическом, научном плане, почему ему становится легче? Почему? Потому что он рассказывает свои грехи и понимает их, и находит, и типа, запоминает их, чтобы не повторить свою ошибку, и тем самым становится легче. То есть, я хочу сказать то, что, что вы сейчас причислили, то есть пока свои императоры, тогда, правильно, это же сторона одной монеты. Ее можно попросить с двух сторон. Почему вы не допускаете это? Я вполне допускаю, и Священное Писание говорит, признавайтесь друг другу в прегрешениях ваших. Можно пойти признаться, но мы же грешим-то и перед друг другом, и перед Богом, потому что Бог нас сотворил, и хочет, чтобы мы жили в мире. Если я обижаю вас, я тем самым обижаю Бога. Я должен и у вас прощения попросить, и у Бога. Если я вас прощения попрошу, мне будет станет легче. Но Богу же тоже от того, что мы ссоримся, неприятно. И поэтому я иду на исповедь. А священник, он, я даже не перед батюшкой прошу прощения, а перед Богом. Я Бога оскорбил своим отношением. А Бог говорит, что ты пришел ко мне, просишь у меня прощения. Иди сначала примирись с братом своим. Если вспомнишь, что он на тебя что-то имеет, мне, говорит Бог, для тебя не надо никаких жертвоприношений. Я хочу, чтобы вы жили в мире. Милости хочу, а не жертвы. Не нужны мне ваши деньги, Господь говорит. Ты иди, примирись, примирись, живите в мире. Вот это вот истинная христианская религия. А попы все извратили, говорит, они, Господь говорит, грехами народа питаются попы. То есть, чем больше ты грешишь, тем больше у тебя совесть. И ты думаешь, деньгами откупиться от Бога. Это неправильно, это ложная религия. Это ничего общего с христианством. Это фарисейство называется. Господь их осуждал, этих людей. Религия-то... Для меня религия хорошо, это в одной стране. Почему? Потому что, когда человек верит, верует, ему легче. Он понимает, что ему может помыть Бог. Но это же одновременно тоже плохо. Потому что... Почему же плохо, если он верит, что ему может помочь Бог? Чем же это плохо? Это лучше намного, когда человек верит сам в себя. То есть, он верит в свои силы, а не верит в то, что он там может быть. Ну, это самонадеянность, понимаете? Самонадеянность, это плохо. Лучше... Он гордый человек, он ни у кого помощи не попросит. Он будет сам, сам, сам. А что ты сам сможешь сделать в твоей жизни, если у тебя друзей нет, искренне, которые любят тебя? Без друзей ты ничего не сможешь сделать, ни одно дело, ни одно предприятие. Поэтому, когда ты Бога просишь, Господи, пошли мне советников, наставников, какое-то дело там сделать. И Господь посылает, и ты, сообща с этими людьми, единомысленниками, и делаешь какое-то дело благое. Ну, как плохо. Один ты ничего не сделаешь в этом мире. Ты... Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Да, но также вот эта группа людей может поверить просто в самих себя. И они получат намного более удовольствия, когда они смогут сделать, веруя в себя, а не в Бога. Нет, вспомни про Вавилонскую башню. То есть люди, когда хотели быть выше Бога, без Бога построить вот эту вот башню до неба, если ты читал Библию. Чем закончилось? Господь смешал языки, и они друг друга не понимают. Они... У них ничего это не получилось, башня не построилась. Коммунизм не построили люди, они пересяли друг друга понимать. СССР развалился, все это коммунистическая партия рухнула. Все. А из-за чего? Гласность. Потому что люди стали открыто говорить. Пришел Горбачев и сказал, гласность. И все это обличилось, все это нечистое. Да вы лжете нам, какое равенство, какое братство. Ничего этого нету. Все это... Врете вы все. Бог есть. Бог заповедовал любить друг друга, а не гнаться за материальными ценностями. Так что, дорогой мой, подумай, как эгоист. Ну, не надо быть эгоистом. Когда сам начнешь делиться с ближними, и увидишь, как Господь тебя благословит. Ну, не получилось. Придет время. Меня Господь через болезнь нашел. Вот у меня онкология случилась со мной. Вот. И я тогда уверовал. Ладно. С Богом. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания.